В этом году ситуация более благоприятная. И 12 грамот в этом году все-таки есть. Правда, основной раскоп Троицкий, как и следовало ожидать, находясь на уровне первой половины 11-го и даже на конца 10-го века, грамот не дал. Но зато в Новгороде в этом году появилось несколько параллельных раскопов разной степени, разной масштабности. И несколько из них дали нам грамоты. Вот два, на самом деле, раскопа. Один, так называемый, Кремлевский, который действительно в городском Кремле, на бывшем архиепископском дворе к западу от Горновитой палаты. Так что там грамоты прямо связаны с архиепископской жизнью. Оттуда больше всего 7 грамот 14-го, 15-го века. Другой раскоп в совершенно другой части Новгорода, недалеко от церкви Бориса и Глеба в Плотниках. Он получил название Бориса Глебского. И оттуда пришло 4 грамоты 13-го века. И, наконец, еще одна грамота найдена вообще не при археологических раскопках, а при археологическом наблюдении за инженерными работами. Инженерными работами связаны с водопроводом на Михайловой улице, где найдена одна грамота. Даже, чтобы быть точным, один день найдена первая половина, в следующий день вторая половина. И обе лично нашел Сергей Викторович Трояновский, руководитель наблюдения за этими раскопками. Так что это показывает чрезвычайную эффективность такого рода слежения. И это, пожалуй, едва ли не самый интересный грамот для сезона оказалось. На Троицком раскопе, ввиду его исключительной глубины, как я уже сказал, грамот не было. Правда, была интересная вещь, а именно цера первой половины 11-го века. Что очень интересно, что показывает, что, следовательно, для этого времени появление цер – это уже не такая невероятная вещь. Но, к сожалению, на этот раз, в отличие от той великой церы, никакого текста на ней нет, воск не сохранился. В этот раз я могу себе позволить такое удовольствие рассматривать не все грамоты, а избранные. Это уже признак некоторого изобилия. И разбирать их буду не в порядке находки, а, я бы сказал так, от малых грамот к большим. И случайно получается так, что это от ранних грамот к поздним. Ну и, соответственно, по номерам это почти точно обратный порядок. То есть, начиная с тех, которые вы найдены в конце сезона, двигаясь к тем, которые найдены в начале. Ну, это, собственно, неважно. Посмотрим, как это для наших юнистических целей просто расположится. Ну, первая грамота, она же последняя по месту находки, найдена в позднем августе. С номером теперь уже 973. 13-й век, Борисоглебский раском, которая представляет собой неплохую задачу. Я сейчас вам ее предложу. Вильям Вермеер, голландский лингвист, который много занимался нашими новгородскими делами, и Берестяными грамотами, в частности, придумал такую теорему, что если от грамоты сохранилось 9 букв, то, по крайней мере, одно слово должно выделиться. Каким-то образом он нашел эту таинственную цифру в 9 букв. Иногда, правда, бывает, что 9 букв, однако же решительно непонятно, как с ними быть. То, что я вам сейчас предложу, это ровно 9 букв. Это замечательно то, что это не фрагмент из 9 букв, а это целый текст, это целая грамота, по все признаки того, что это целый документ. Но и она действительно составляет хорошую головоломку. Вот эти 9 букв. Очень красиво написаны. Все. Значит, это 973. Грамота, вот она, так сказать, вот так вот, она и представляет собой такой текст. Это маленький такой документик, такой прямоугольничек, сантиметра 4 на 2, на котором вот такой текст. Предлагаю его вашему любезному вниманию. Попробуйте осуществить теорему Вермира. И предложить для этого текста 13 век, поэтому, естественно, это может быть бытовое письмо. Но, впрочем, для любого века это возможно. Так что какие-то замены букв могут вам помочь. Но если помогают, пусть помогают. Пожалуйста, некоторое время он дает на размышления. Погу ли сказать, что много вызвало чувств этот документ. Например, новгородские шутники быстро обнаружили следующее, что, ну, Ге, конечно, может быть, почему нет, сокращением от конди имени, например, Геня. И тогда достаточно признать одну ошибку, а именно, что вот эта буква написана вместо И, и будет очень хорошая запись о том, что это Гене и Онеге. Это абсолютное начало, это известно. Абсолютное начало и абсолютный конец. Это все. Вы нарисовали обломок. Нет, он просто... Я не нарисовал обломок. Это тоже свободный. Немножко неаккуратно нарисовал. Он весь тщательное исследование показал, что ни в какую из четырех сторон дальше тех с ней шел. Вот такая картина. Так что, кто удовлетворяется Евгением Онегином, то, пожалуйста, можно уже считать, что найдена его владельческая запись. Ну, правда, немножко ранее. Ну, вот видите, значит, все подтверждается это веро. Ну, так, пожалуйста, я готов послушать вашу версию. Что? Геона. Геона. Так, значит, где граница? Слушай, Э. Второго. Гео? Слушай, второго, Э. А, вот здесь. Ага, хорошо. И что это? Слушай, ну, типа, а фототип. Выкатев от чего? От геона. От геона. Вот это уже действительно так. Да, действительно, первая часть действительно все-таки, наверное, невозможная отделить от слова геона. Ну, не все его знают, но те, кто занимается старыми текстами, знают. Это древнерусская форма слова геена с совершенно правильным переходом эв-о, такого же, как какой-нибудь Эльгов-Ольга и так далее, Эленов-Олена и прочее. В данном случае только не в начальной позиции, а в позиции начала слогана, это то же самое. В текстах встречается и геена, копирующий греческий, и геона, русский вариант. Так что первая часть действительно, скорее всего, геона. Тогда все понятно. А! И что же понятно? Да, огонь должен быть в второй части. Ну, вот видите, все, замечательно. Значит, тогда в вашей второй части должен быть огонь. Правда, как же он получился здесь? Куда он делся? Ну, допустим, огонь, да? Ну, верно следующее, что всякий, кто имел дело с старыми текстами, понимает, что основное, что бывает у геенны, это ее огонь. Правда, обычно прилагательное бывает с суффиксом ски, геоньск, огонь. Геоньск, огонь, это сочетание, или наоборот, в обратном порядке огонь, геоньск, который встречается, то есть огонь геенны, который встречается часто в древних текстах. Этность и гид. Где? Попробуем. Два раза. Два раза. Попробуем, да. Значит, такое будет геонь. Гонь. Немножко нехорошо с огнем обошлись. А перестану с огнем не пошла. Перепутывая. Порядок букв переставился. А, еще переставлять порядок букв. Вот, то есть нужно огонь, огонь, да? Ну, понимаете, бывает, бывает, да. Может быть, такая версия, но не очень хорошо, что приходится столько всего. Что? Выпадает начальный глаз. Выпадает начальный глаз и после согласный? Нет. А я про него ничего не говорю. А вы хотите сказать геонь? Нет, да? А какая же это форма тогда? Нет, как раз форма геонь очень хороша. Так что, если действительно считать, что это геонь, огонь, то по смыслу все сходится. Геонский огонь. Правда, не удается найти в текстах целиком вот это притяжательное и прилагательное от Гиены. И немножко кажется странным, почему именно притяжательное и прилагательное геонь. Но, хотя само это геонь не находится, находятся его аналоги, позволяющие считать, что ничего невероятного в этом нет. Вспомните, как устроено слово, ну, почти синоним для Гиены, ад. У него есть прилагательное адов. То есть, в точности притяжательное. Ну, и вообще, и ад, и Гиены очень легко мыслятся одушевленно. Так что, если ад может иметь притяжательное адов, то и Гиена может иметь притяжательное геонь. Так что геонь, вообще говоря, наверное, правильно. А циклование можно предполагать? Какое? Ну, что это не написано тисло, но что циклование. Над чем? А где эти титулы написать? Ну, над Георием. Титлы, которые даст нам украденное О? Нет. Благодарный прием может Господь или что-то такое. Ах, Гиона Господня? Это уже что-то новое в богословии. Ну, не совсем. Ну, может быть, не совсем, но, тем не менее, все-таки это нас ведет не по самому простому пути. Ну, в общем, главное, конечно, разгадано. Все-таки это явно совершенно геонский огонь. А вот только почему так записано? Нет ли каких-нибудь идей более лингвистически чистых? Не то, что просто огонь потеряно, а начальное гласное. Или что го это вместо ог. Две согласных переставляют сравнительно легко. Оно согласное с гласной, это вещь очень нетипичная, чтобы у вас была такая перестановка. Когда у вас вместо там надежды было бы написано андежда и прочее. С протеотическим йотом где? Огонь, егонь. Как если бы он как езер всегда повел? Ну и что? Ну, егонь. Почему тогда е будет? Почему е нету? Нет, одно е вместо двух. Одно е вместо двух? А, хорошо, да. Значит, вот это два е, да? Ну, можно такую идею принять. Правда, если уж вы так двигаете... Да? Просто еще не родился карамзин, поэтому... Ну, конечно, конечно, конечно. Вы шли правильно, но совершенно ясно, что... А зачем вам такую хитрость? Вы просто считаете, что это... Что это о... Ну, йо, так скажем, давайте просто... Ведь йо-то ведь именно так записывается в этой системе. Значит, так. И тогда вся хитрость состоит только в том, что этот человек решил записать это как одно слово, а не как словосочетание. И это, по-видимому, не совсем случайно. Это некоторый вид, ну, такой специальной подачи этого слова, когда... Гео-не-огонь. Кстати, я прежде напишу гео-не-огонь и запишу его как одно слово. Даст ровно эту запись, я в нерусском. Гео-не-огонь. Ну, для этого немножко надо подумать, о чем такая грамота существует. Ну, точно мы не знаем. Все-таки самое вероятное, что это таки нашелся доброход, который своему соседу подложил это под дом. Ну, может быть, это был просто путевой указатель. Ну, я думаю, что для путевого указателя было бы, естественно, писать нормально геонь и огонь полностью. А вот для волшебного слова, которое должно подействовать в качестве магического заклятия, очень вероятно, что полезно его каким-то образом немножко зашифровать. В частности, написать как единство. Ну, это уже гипотеза. В общем, так или иначе, как видите, мы общими силами с геони-огнем справились. Так что это замечательный текст, впервые такой попадается. Явно совершенно, так сказать, вид некоторого малого заговора, малого заклятия, который вот оказался последний из наших грамот. Все, перехожу к следующему. А может, это просто как из-за случаев, если вам просто огне-то в свалке было? Что? Я, наверное, же свалка была, свалка, где-то в мусор. Вот, там тоже была свалка, свалка, где-то в своих текстах в Велизолинске и назвали... Все это возможно, да. Все эти версии, будем считать, что они находятся в числе интересных интерпретаций. Итак, дальше тоже грамота маленькая. На этот раз это честный фрагмент, а именно кусочек средней строки. То есть то, что, вообще говоря, обычно, ну, почти ничего не дает. Но вот иногда ничего не дает, иногда кое-чего дает. 968. На этот раз это грамота первой половины 14 века, может быть, даже начала 14 века. Пока еще не очень точно знают археологи. Из раскопа на архиепископском дворе в Кремле. И это, как вы быстро увидите, скажется. Итак, из этой средней строчки, которая начинается с облом, с конца некоего слова, которое выявили как «ду». Дальше идет понятное слово «говори». Дальше написано нечто, что не очень трудно понять. Если можете, проходите, если нужно. Не знаю, правда, что будет. Добрый день! Добрый день, пришли послушать. Вот это да. Я думаю, что уже там скоро будет движение в обратную сторону. Все, и на этом обрывается. Потому что, как видите, здесь немножко больше, чем 9 букв, но ненамного. Ну, за исключением «ду», которое не очень ясно остальное, довольно ясно. Говори, владыцы, как было дело, допустим, или как что-то там произошло, или как нужно поступить в каком-то случае. Дальше уже угадывать не будем. Надо ли говорить, что в таких случаях любой кусочек пытаются наши умельцы все-таки осмыслить, и даже кусочек «ду», который до него пытаются что-то придумать. Ну, вот можете сами предложить какие-нибудь решения. Правду, конечно, первое, что приходит в голову – «правду», говори, владыцы. Замечательная идея, за исключением того, что слово «правда» в это время ни в коем случае не означало «правду». Оно означало законное разбирательство по суду, и говорить его было почти невозможно. Так что «правду» при всем, то, что первое приходит в голову, здесь крайне маловероятно. Еще что-нибудь предложите? Новогороду. Новогороду, говори, владыцы. Но это синтекс из меня непонятен тогда. Новогороду, говори и владыцы. Что-нибудь туда еще, туда еще. Так что это далековато от чего-нибудь правдоподобного. Еще. Что еще предлагаете? Суду. Суду, говори, владыцы. Но все это непонятно. Суду, говори и владыцы. Это еще может быть. Без «и» синтекс из хорошего нет. Еще. Город. Как? Город. Господу. Господу. Ну, все это, нет, все эти вещи, если вы называете там Суду, Новгороду, то, ну, даже если представите, что это возможно, в синтекс из непонятен, почему владыцы с этим связаны. Беседу, говори. Да, ну, может быть, ты беседу говори, но... Ну, беседу, говори, общая сочетание довольно странное, ну, наверное, в качестве некоторого наивного варианта можно и это предложить. Еще что-нибудь? Ерунду. Ерунду. Отлично. Отлично. Да, это уже, конечно, да, чтобы его дурака, архиепископа, обмануть. Это, пожалуй, ну, что? Это наоборот, кривду. 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 Ну, ничего. Ну, это, будем считать, что это благородный вид ерунды. На самом деле, что предлагаешь? Нет. А уже был вариант. Ну, Господу был вариант. Был вариант по суду. По суду говори. Тоже не очень понятно. По суду говори владыцы вместе очень мало. А скучно там место перед ду? Предыдущая строка. И весь предыдущий текст. Это граница строки. А это обрыв. А ягоду говори. Ягоду говори. Не, не ягоду, а ягоду. Ябеду говори. А, это уже что? Ябеду говори, может быть, да. Хотя, наверное, ябеду не столько говорили, сколько приносили. Но, может быть, да. Ну, ладно, не буду слишком долго на этом задерживаться. Разумных конкурентов два всего. Ну, вот, найдены нами. Один, про обиду говори, владыцы. Почему? Потому что есть следующая замечательная грамота, раньше лет на 150, чем эта, которая звучит так. Грамота номер 725. От ремши поклоняния к лемяте и к Павлу. Бога деле, который любо потрудисся до владыцы, скажи-то, владыцы, мою обиду. То есть, там буквально это сочетание уже сказать владыки, ну, только сказать-говорить и мою обиду. Даже не про обиду, а просто сказать обиду. Ну, про есть или нет, это мы знать не можем, но это как раз возможно. Ну, и так далее. И дальше и мой бой железа, продолжается тот текст. Так что это в точности то сочетание, которое очень подходит по смыслу, поскольку буквально есть грамота, которая говорит. А еще одна версия выдвинута была сперва почти в качестве такого безумного, безумной решительности. Но Алексей Сергеевич Гиппиус очень любит такие. Давыду говори, владыцы. А кто был владыка с 1309 по 1324 год? Архиепископ Давыд. С датировкой совпадает идеально. Значит, вот два конкурента. Либо про обиду говори, что имеет аналогию в безумной грамоте 725, или Давыду, что и поддерживается временем архиепископства Давыда. Лично я считаю, что Давыд не очень вероятен, потому что Давыду, говори владыцы, это сочетание не похоже на то, что мы встречаем во всех летописях про владыка. Значит, главное стоит в том, что владыка, как правило, называется просто владыка. Он называется владыка с именем. Обычно только если говорится какой-нибудь Иона, владыка Смоленский. Какой-нибудь Дионисий, владыка Тверской. В противном случае говорится просто владыка. Я просто просмотрел все употребления, все, компьютер быстро это дает, все упоминания владык в летописях, и там практически такого сочетания не нашлось ни разу. Так что более вероятно все-таки, что это тот же самый, такой же текст, как 725. То есть обиду или про обиду говорила владыц, и как было дело. Как кто-то обидел кого-то, или как кто-то обидел меня. А почему это я так истопила? Вот она где. Сколько строк потеряно вначале, мы понятия не имеем. Казалось бы, все с этой грамотой. Нет, не все. Самое интересное, здесь все-таки не дух, хоть мы с ним и помучались, а слово «говори». Банальнейшее, на первый взгляд, слово, на котором ни секунды не можно не останавливаться. А нет. Слово «говори» оказывается выдающимся элементом этого текста и некоторым подарком для истории русского языка. Значит, в чем дело? Что здесь значит «говори»? «Говори» здесь значит ровно то, что у нас с вами. Один человек сообщает речью другому что-то. Так вот, выясняется, что это значение было вовсе не всегда. Что древнее значение в глагол «говорить» было другое. В берестяных грамотах значение ровно это. Еще имеется четыре берестяных грамоты, в которых есть глагол «говорить». Он везде такой же совершенно, как у нас с вами, значающий просто, ну вот, дицели. Но эти грамоты позже. Начинается это с грамоты в 530, которая примерно 1370-1380 годов, и дальше конец 14-15 века. До этого нет. Тем самым в ряду грамот, где имеется «говори» в значении современным, это самый ранний документ. Так вот, оказывается, что это не только в ряду грамот, а во всей истории русского языка. А самый первый документ, где «говорить» означает «говорить». А до этого, вот примеры, как слово «говорить» употребляют до этого. Значит, скажем, из лета, да, и то же самое касается слова «говор», они идут в паре. Точно так же «говор», который сейчас может означать вид речи, в древности означал нечто иное. Ну, можно даже сразу сказать, что и «говорить», и «говор», как выясняется, означали звуки, которые производит толпа, нечленораздельные. То есть, может быть, они в каждую один раздель, но тот, кто это так называет, он не разбирает слова. Для него доходит только единый гул, шум, ропот или рокот толпы, который это что-то такое многоголосно говорит, часто с неэлементами угрозы, и тогда это будет соответствовать русскому понятию «роптать», ропот. Но, может быть, и без этого. Вот те немногие примеры для этих слов «говор» и «говорить», которые обнаруживаются в ранних документах. Это можно и по словарям легко проверить, так что это не так трудно. Из «Повести временных лет» собственно, один пример всего. «И в горах тех клич великий говор, и секут гору, хотящий высечь из их». Речь идет о тех заключенных за Уральские горы племенах, которые пытаются прорваться таким образом. И «говор» именно в смысле шум, ропот, но главное, что звук толпы. Ни в коем случае не один человек. Из Суздольской летописи за 12 век. «И бысть говор велик, ах и до небеси, от множества людей, от радости великие». В данном случае радостный «говор», но тем не менее точно такой же, от множества людей. Глагол «говорите» из летописного свидетельства 1068 года, 11 века. «И начался «люди говорите» на воеводу косняча, идуше свеча на гору, и придуше на двор коснячих». Ну, попросту говоря, с тем, чтобы его разграбить и, возможно, убить. Но они и не обретшие его, и так далее, ушли. То есть говорить, то есть роптать, то есть производить шум, недовольство. Вот старые примеры. «Правда». Если поищем шире, то скажем, в кое-каких летописях все же найдется пример за XII век, где встречается говорить в современном значении. Ну, в данном случае производные. Вот этот пример. Запись в Уваровской летописи. Уваровская летопись – это рукопись XV века. Но в ней, естественно, события всех предшествующих веков и лет. И запись за 1149 год гласит следующее. «Некоторые же мужи его, зли и человецы, начавшие ему, речь идет о князе Вячеславе, вадитесь на Ростислава Юрьевича, глаголюще». Вот то, что речь его глаголюще, нас будет интересовать. «Подговорил люди, натя берендичи и каяны, а хотел сесть и в Киеве». Он подговорил. Это современное значение. Один человек говорил и подговорил кого-то против определенного лица. Казалось бы, значит, тогда все разваливается. Но этот же пассаж есть и в Лаврентьевской летописи. Откуда, на самом деле, Уваровская летопись, это его и взяла, но с изменением. Оказывается, что в Лаврентьевской летописи под 1149 годом стоит. Не буду читать начало, значит, они это все делали. «Рекущи». «Ростислав Георгиевич подмолвил натя люди и берендичи и каяны, и хотел сесть и в Киеве». То есть совершенно отчетливо между XII веком и XV произошла замена. В XV веке было естественно сказать про это «подговорил», а в XII стояло «подмолвил». А «подговорил» еще этого смысла не имело. Вот совершенно явное свидетельство того, что ранние тексты означали еще лишь вот такой шум толпы, быть может, словесный, но не расчлененный. Это значение глагола «говорить» в говорах кое в чем сохранилось. Вот я вам прочту маленький кусочек из словаря русских народных говоров, из большой статьи «говорить». Одно из значений. Значение три. «Говорить о птицах», «петь», «щебетать», «каркать» и тому подобное. Ну, не очень хорошее описание, потому что, опять-таки, скорее гомонить, я бы сказал. Пример. «Если прилетные птицы весной не говорят, то будет еще холод за сиверка». Записано от Пиннигой у Подвысоцкого. И у Гильфердинга в Онежских былинах. «Прилетали тут русские птицы, учили жупеть и говорите, как млад соловей щекотать». Ну, опять-таки, совершенно ясно, что это птичье занятие, тоже есть такой вот нерасчлененный гомон. Таким образом... Асхология. Что? Асхология. Да, этимология – это звучать, это санскритское «гава» – это звучит. Так что, говорить эмологически, прекрасно знаю, что «гава» происходит первоначально и слово со значением «звучать». Таким образом, грамота, которую вы видите, вот такой плачок «жалкий» – это самый ранний пример глагола «говорите» в современном значении в истории русского языка. Вот такой маленький подарок. Ну, что за эволюция значений? А вот эволюция значений оказывается совершенно типовая. Дело в том, что, оказывается, что, ну, глагол со значением «дицеры» «говорить» может происходить из разных источников семантических. Не только этого. Но этот является одним из популярных. Во всяком случае, в славянской зоне, оказывается, я нашел целых семь случаев перехода значения «гомонить» в значение «говорить». Вот я могу их перечислить. Первое из них – это знаменитая «молвить». Тот, кто занимался основательно старославянским, прекрасно знает, что по-старославянски «молва» означает «ропот толпы». мятеж и то же самое глаголом «молвить». И начавшие люди и «молвить», это значит, они начали волноваться и роптать. С той же самой привязанностью обязательно к толпе, а не к одному человеку. Но уже довольно рано наступает развитие значений «говорить» приобретает значение «дицеры». И, как видите, в древнерусском это уже нормальный глагол «дицеры». Так что первый пример очень ранний. Переходы значения «гомонить», «галдеть», «шуметь» и прочее в значение «говорить» в самом нейтральном смысле слова. Остальные примеры диалектные, но их много. Значит, вот практически глагол «гомонить», если вы раскроете слова русских говоров, оказывается, что имеет кроме того, значение «просто говорить». Глагол «галдеть» среди своих значений имеет значение «просто говорить». Ну, все это диалектные значения. Глагол «гометь» ну, тоже произойдет «гам», «шум». Точно так же среди своих значений имеет значение «говорить», нейтральное «говорить», просто там «гометь» кому-нибудь и все тут. Глагол «шуметь» наконец и «шумнуть» от него точно так же сфиксируется от него значение «просто сказать». То есть это совершенно массовая вещь. И, наконец, я приведу один пример, который должен привести впечатление на совершенно молодое поколение, что ровно тот же путь проделало наше интернет-сообщество со словом «базар» и «базарить». Потому что «базар» — это такой гвалт, неосчиненный шум, но сейчас прекрасно известный. Больше того, словари нынешних сленгов уже дают «базарить», «говорить» без малейшего сообщения о том, что это громко или скандально, еще как-нибудь, а просто говорите все. Говорите точка. Такой перевод для «базарить» я нашел в словаре современного сленга. Вот, так что путь совершенно протоптанный, который, как видите, один за другим прошла целая серия глаголов. Да, 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 да. Ну, «гутарик», кстати, по-видимому, родственно говорить. Обычно считают, что это начальное «гу» и «гов» в «говор». Это первоначально тот же самый корень звучания. К этому можно добавить одну небезынтересную вещь, которая сперва, ну, так сильно возбуждает. И слово «говор», и слово «говорить» есть слово «полку игры». И тем самым, если это продукт работы позднего умельца, этот человек должен был, имел чрезвычайный риск попасться в незнание того, что древнее значение глагола «говорить» было не такое, как у него в его родном языке. Про эту хронологическую границу в районе 1300 года не знал решительно никто. Ну, конечно, он мог случайно угадать, но тем не менее, как выяснилось, он безупречным образом использовал оба этих слова в древнем значении, а не в новом. Как мы теперь знаем, что в древнем значении, а не в новом. В всяком случае, вот когда я занимался этими вещами еще для книги, я этого момента не обнаружил. Так что замечательный факт, что дополнительные критерии показывают решительно каждый раз то же самое. Какой-то еще аспект обнаруживается, и выясняется, что он работает в ту же сторону. Значит, что в слове «полку игры»? В слове «полку игры» говорят «галицы». И «говор», «галич», то есть в точном соответствии с тем, что это говор некой массы, а не единичного лица, будь то человек или животное. И поэтому надо вам сказать, что я посмотрел переводы. В переводах решительно везде. Это место, где сказано «агалицы» свою речь, говоря, хоть хотят полететь на уеде. И слово «полку игры» переводится «агалки» свою речь говорили». Неправильный перевод, как выясняется. Модернизированный перевод с незнанием того, что сочинитель, это слово «полку игры» знал, что не говорили они свою речь, а «галки» гомонили. И точно так же «говор», «галич» переводить, как «галич» и «говор», а именно так переводят почти все переводчики, есть непредсознательная модернизация. Этого я тоже не знал пока, не пришлось заняться этой грамотой. Вот такие любопытные вещи протекают иногда из совершенно крошечных фрагментов. А как обстоит дело с тем, что у этих галок речь? Речь, я думаю, что... Свою речью? Нет, своею речью, это образ, конечно, я думаю, уже идет ближе к нам. Это бесспорно. Свою речью, говорят, да. Все, это верно. Практически ласкемия не не получали? Что? Практически ласкемия не не получали? Не знаю. Все, пойдемте дальше, а то я боюсь, что мы окажемся. У нас еще много впереди. Значит, итак, 964-я грамота. Тоже на архиепископском дворе. Тоже 14-й век. Но в данном случае конец. Не менее, чем вторая половина. Может быть, и конец. Кое-чего попишу, значит. Итак. Это первые три строки, но, тем не менее, их стоит, так что не весь документ. Как раз. Во-первых. Как раз. Как раз. Как раз. Как раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То, что видно, это довольно любопытно. Я постараюсь точно изобразить то, что начинает быть видно. Начинает быть видно вот такая вещь. На дне тикла. И точка. А дальше все читается. Ну, я немножко выше изобразил, чем надо, но я думаю, что... Ну, давайте я сделаю так следует... А... Все. Вот текст, который сохранился. По поводу этого текста у меня просьба к образованным и знающим ряд ответов сейчас не мешать другим. Потому что часть проблем, которые здесь возникают, уже была в истории наших отношений с берестяными грамотами. И кое-как мы с ними справились. Поэтому, так сказать, эти не новые проблемы. Те, кто следит за берестяными грамотами, они просто знают на них ответы. Так вот, если можно, я тех, кто знает, сейчас прошу некоторое время воздержаться. Чтобы мы вернулись на уровень Арцеховского. Примерно, да. И вы должны тоже сделать танцевое такое усилие, хоть вам и тяжело. Но... Потому что это довольно любопытное занятие для всех, кто еще не лизнул, так сказать, этого. Поэтому сейчас немножко условно буду вам предлагать, значит, те, кто знает, кто знает. Поскольку, повторяю, это уже почти все проблемы, которые здесь возникают, в какой-то степени существовали при изучении берестяных грамот. Но в этой грамоте есть и кое-какие замечательные вещи, которых раньше не было никогда. Поэтому даже для тех, кто все знает, здесь кое-чего будет новое. Ну, давайте просто эту грамоту попереводим. Давайте для начала, я не буду долго заниматься этим словом первым, который вроде... Да, сейчас титл, я вам скажу, как тут с титлами дело обстоит. Нет, никаких... Все так, все именно так. Итак, господину Елизару много челом бью. Кстати, любопытно, что от первого лица... Это начало грамоты. Начало немножко нестандартное. Бью, не сказано, кто. Господин Елизар должен сам понимать, от кого я письмо получил. Не всегда так бывает. То есть, довольно редко так бывает. Нетипичная вещь. Тем не менее. Дальше. Что дальше сказано? Кто послал Есмь? Кто послал? Есмь. Ну, вы так спокойно читаете Есмь? А, Есмь. Оно, конечно, можно небрежно прочесть Есмь, но написаны Емь. Ну, смысл, опять-таки, не вызывает сомнений, что это все-таки то же самое, как если бы послал Есмь. Другое дело, что почему написано Емь вместо Есмь? Это описка или не описка? Вот в этом вопросе. Емь, Еси, Еска. Емь, Еси? Да. Такая парадигма. Где? В каком языке? Вот в этом языке. Ах, в этом языке? Ну, да, да, нет. Ну, тогда замечательно, конечно. Тогда все в порядке. Да, совершенно верно. Такая парадигма здесь. Так, это что за форма грамматическая? Вокатив. 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 Ну, и поэтому, о, пусть нас особенно здесь пока не волнует, может быть, это просто такое привокативе О. Послал Есмь к ТОБЕ, все в порядке. Дальше что? С кем? С Лорион. А почему Есмь? С Лорион. Может быть, Лорион, нет. Очень аккуратная грамота, так что просто так небрежно, чтобы писалось что-то. Да, что такое что? Там есть место. Правильно, раз есть место, так вот вам и полный простор. С Лорионом, пожалуйста, с Лорионом. Почему тогда здесь... С Лорион сын. Как? Ну, С Лорион сын. С Лорион дочь, я не знаю, с кем это Лорионом. Что же, это за парфология такая славянская? Вместо того, чтобы сказать С Лорионем сыном или С Лорионею дочерью. Лорионь сын, и бы, чтобы склонялись к Лорионе сыном, это супер 21 век. С Лорионом. С Лорионием. С Лорионием. С Лорионием. Ну, такое действительно... Такое можно вообразить, но вроде бы такого нет. А может, что-нибудь получено есть? Может, что побили там. Значит, вот я примерно довольно правильно вам показал, сколько здесь вырвано. Так что вы можете немножко ориентироваться на это. С Лорионией рыбы. С Лорионием не уместится, нет, бог с вами. С Лорионием не уместится. Здесь, ну, 4, ну, 5 можете втиснуть. 4-5 букв у вас в вашем распоряжении для вашей выдумки. Так? С Лорионским. Лорионский, это такая фамилия такая? С Лорионским, например. Которые понятны. Да, ну, давайте, может быть. Ну, не очень, конечно, это похоже на то, как на самом деле они говорили. Было бы просто притяжательное, и все, без всякого ски. Ну, может быть, М и Ерков, Лорионием, с кем-то Лорионим, как будем сказать? Лорионием, на другой структуре, М и Ерков. Ну, не очень хорошо, и пустое место останется на две буквы. Так, считайте, что вам надо 4 или 5 букв заполнить. Лорионием. Так. Лорионием. Лорионием. Маленький выучитель. Лорионием. Лорионием. Неплохо, да. С Лорионием. Юшкой. Ну, немножко, да, сходится. Одно все-таки, что-нибудь по-поводу подобное, не можете? А идея очень хорошая. С Лорионием. Все, правильно. Теперь уже правильно. С Лорионием неправильно. Почему? Потому что перед софиксом К никакого смягчения не должно произойти по-русски. Лорион, Лорионка, Лорионку. И никакого не возникнет. А вот ваше решение правильное. Лорионец с Лорионцем единственное правильное решение. И тогда все совершенно в порядке. Ну, здесь, наверное, Ер уже в это время. Лорионец. 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 А-а-а. Неотобразованно. Просят воздержаться. Значит, приглашение к тем, кто имеет в данный момент то преимущество, что ответа на этот вопрос еще не знает. В готовом виде. А сейчас здесь... 30 клещев. Что? 30 клещев. 30 клещев. Ну и что это за предметы такие? А это как ложки с первыми разводами. Представляете? Сыри подавали. А, клещи такие, которые... Да. А он ему послал там сколько? Там 30? Нет, не важно. Чем больше, тем лучше. Только клещи. Клещи. Ну, клещи, конечно, приходят в голову первыми, но с ними нехорошо то, что грамота очень аккуратная, а клещи пишутся через яйца. Не говоря уже о том, что очень странно, чтобы от клещей была форма клещев на такой русской клещи, клещи, клещей, скорее всего, так и было. Так что клещи, клещи, не говоря уже о том, что что-то очень много он их послал, потому что ты произоймем свечи отдельно. Прищепки какие-нибудь. Ну, хорошо. Я чувствую, что те, кто знает, то знает, а кто не знает, на месте не догадается. Значит, это не клещи и не прищепки, это рыба-лещи. Это в свое время уже очень давно было установлено, поскольку много лет назад была найдена грамота номер 169, которая звучала так. «Васильево, Сафонтеево, Онтане послали Овдокиму два клеща до щука». Которая, однако же, в течение многих лет переводилась, как послал щуку и двое клещей. Пока совместными усилиями нескольких филологов не удалось выяснить, что все-таки к щуке парными были не клещи, а лещи. И больше того выяснилось, что до сих пор кое-где в северо-западных районах лещ называется клещ, в частности на Чудском озере есть такие места, и сети для лещей до сих пор называются клещинцы. Это все из диалектологических клещей. В общем, короче говоря, сейчас это совершенно несомненно. Ну и более того, можно даже целую специальную лингвистику привлечь сюда, почему клещ имеет начальное «кл», а в этом «говоре», а в литературном языке простое «л». Но я не буду этим заниматься. Достаточно того, что это вы можете уже найти в комментариях к 169-й грамоте. Так что здесь просто получилось такое подтверждение. Хорошо. Сколько же лещей послал наш автор? Четыре, либо третий. Тридцать, тридцать. Четыре, вот здесь против четырех я очень вам упрекну. Как же четыре с формой клещев соединяется? Четырех клещев он мог бы послать, если бы они были уже одушевлены. Они еще были очень недушевлены в это время. Что? Тридцать тысяч. Я понимаю это. Но у вас тогда лишнее место, которое уже используется, вы второй раз хотите использовать. Вы или Кельбук сможете? Ну нет, я понимаю, что вы можете, конечно, нарисовать все знак тысячи, все будет замечательно. Но в самом деле, впервые так и мы считали, что тридцать клещев, они же тридцать клещей, пока не нашлись въедливые люди, которые обнаружили, что в действительности в этой грамоте во всех случаях L пишется вот так. Я это не написал здесь. И D также пишется с плоским верхом, а здесь острый верх. Четыридцать тысяч. Что? Кое? Четырнадцать. Четыре на десяти было бы то же самое, та же форма, что для четыре клеща. Что? R. Или P. Это R. Правильно. И сколько это тогда? R. Это? Ну вот, видите, все правильные решения я услышал, значит, и все это было так. Значит, дело в том, что посылка эта подрастала. Наш Нелизар получал все больше и больше. При первом рассмотрении этой грамоты он получил тридцать вещей. Потом при более внимательных, значит, когда наступила критика стороны внимательных людей по поводу того, как пишется буква L, то пришлось отменить тридцать и признать, что это O, то есть 70. 70 вещей. Но оказалось далее, при совсем уже внимательном изучении, такого подробнейшем с очень острым глазом, что здесь несимметричный бачок. Значит, вот это вот практически вертикальный, а это после чего пришлось признать, что таки это было R, и клещей пришлось выдать 100. Так что, довольно основательная посылка. Малит, что 100, кто-то так и не резал. Ну, это верно, да. Но они проверяли. Так что я думаю, что сколько послал, как есть. Так что в результате подрастания этой суммы выяснилось, что получил он 100 вещей. Ну вот это все такая развлекательная часть. А теперь два лингвистических момента. Так что же такое послал, емь? Это просто описка вместо послал, есть? Ну, может быть, конечно. Более того, так сказать, я даже не берусь настаивать, что это не так. Но хотел бы обратить внимание, что может быть все же не бессмысленно считать, что это не описка. Почему? Потому что, вот здесь, если не ошибаюсь, я даже слышал этот звук. Потому что есть такие замечательные формы, как польская послал, емь, которые в точности устроены таким же образом. То есть это, если польская послала имеет ровно такое же развитие. Поэтому считать, что это просто абсурд и обязательно описка, может быть, немножко неосторожно, нужно ждать, не появится ли еще что-нибудь подобное. Если на протяжении долгих новых находок никогда больше такого послал емь не появится, то тогда, наверное, и описка. Но бывали уже неоднократно случаи, когда дальнейшие вещи подтверждали. Так что пока подождем. Но не исключено, что какие-то говоры новгородской земли вели себя в развитии этой формы, точности как в польском, и тогда это совершенно польская форма. Больше того, я даже могу сказать, что не где-нибудь, а в Лаврентьевской летописи, и не где-нибудь, а у Мономаха. Есть одно емь вместо есмь, которое всегда считается опиской, и которое, быть может, не описка, если... Ну вот, пока что я... можете это посмотреть по Мономаху, вы это найдете. Настаивать не могу, но, во всяком случае, еще один пример такого рода есть, где вместо есмь написано емь, так что, может быть, это не случайно. Вот на таком уровне... Что? В контексте причастия? Да, в контексте причастия. Я забыл сейчас выписать эту цитату, могу еще... Ну, надо еще проверить. Чем это различия? Чисто говоровые вещи. Ты нас неоднократно уже встречал, новгородская диалекция довольно много дает каких-то явлений, которые вовсе не всегда бывают, а только в части грамот. То есть, скорее всего, просто разница говоров внутри диалекции. Часто мы видим эту форму вне контекста или причастия? Какую? Бим. Бим здесь. Я всего два примера знаю. Я хочу сказать, что важно ведь, что это контекст причастия, сравнительно с тем, что это вообще наиболее частый контекст этой формы. Думаю, что важно, потому что, во всяком случае, в польском именно так, а так это... Новгородско-польские связи. Что? Опять новгородско-польские связи. Новгородско-польские связи очень возможны. А есть, есть, есть среду к согласно-опрессии? Есть? Есть, конечно, есть. Есть. Есть тех, кто причастен? Есть. Там не так много примеров. Те, по-моему, не в контексте причастия просто есть. Три, по-моему, примера. Нет, там кажется просто они в независимом употреблении. Но это надо проверить. Это легко по указателю посмотреть. Хорошо. И обращаюсь, наконец, к форме, которая в особенности существенна для этой грамоты, поскольку она... Тут мы видим кое-что впервые. Я оставил пока в покое это огну и это огне. Но, опять-таки, обращаю только к тем, кто не знает ответа. Потому что тут, безусловно, существует целая важная прослойка людей, которые прекрасно знают ответ на этот вопрос. Это уже обсуждалось. Что это за слова? Что это за форма? Первое. Смысл? Да, господин, а почему у нас О начинается? Да, какое? Какого-нибудь прилагательного. Ну, зачем прилагательного? Мы уже видим, что это господин. Нет, в смысле, там глубоко уважаемый, это было О. А, ну это вы далеко зашли. Это из жизни гораздо более поздних эпох такие вещи бывают. Это по смыслу совершенно ясно, что господину Елизару для перевода никакого сомнения. Если не обращать внимания, как историки делают на лишнюю букву, ну и подумаешь, и перевел, и все в порядке. Заметьте, здесь она тоже есть. И здесь вообще говоря, можно сказать, а, ну это О восклицательное. О господин. Хотя, надо сказать, что никаких надежных О восклицательных в перестяных грамотах нет. Так что и это тоже О практически в таком же положении, как и здесь, требует объяснений. Почему господин написано не гну, тогда что бывает? Бывает просто гну, и это значит господину. Бывает просто гне, и это значит господине. А здесь написано О гну и О гне. Отцу господину, да. Ну это примерно на уровне того, что каждая буква означает целое слово. Может быть так звали того, кто так писал грамот? Как его звали? О! Да, но это напоминает известную историю О, Истуар ДО, ДО, где, правда, на другую тему, там столь же короткое имя, буквально то же самое, это хорошо. Так что, ну, от вас, от тех, кто не знает еще ответа, получить сразу готовый ответ, это, наверное, слишком много, поэтому скажу то, что мы теперь знаем по этому поводу. Значит, ясно совершенно, что здесь некое сокращение. Но гну может быть с титлом, может быть без титла, чаще с титлом, но может быть и без титла. Это, конечно, сокращение с назначением господин. Слово «господин» встречается часто, особенно в поздних грамотах, в ранних как раз редко. И мы можем прекрасную статистику наводить. И вот какая статистика получается, если это проделать, которая очень много что нам дает. Ага, наверное, вас не раздавлю. Значит, давайте, бывают два способа записи этого слова. Или полное, когда всеми буквами, или сокращенное, в котором участвует какая-нибудь диаграмма. И диаграмм, кстати, несколько. Может быть, и диаграмма «гну», опять-таки, с титлом или без титла. Может быть, и диаграмма «ги», первоначально от «господин», но она может использоваться именно так. И, наконец, просто «г», может быть. Может быть, еще быть «гд». Тут большая вариативность. Вот все эти диаграммы означают «господин». И значительная часть случаев, когда слово «господин» встречается в грамотах, оно записано за диаграммой. Но, впрочем, не только в грамотах. Так вот, оказывается, что в хронологии имеется отчетливая зависимость кое-каких вещей. Значит, вот три вещи я напишу. Если в грамоте написано «господин», ну, я напишу, то же самое будет с «господа», «госпожа». Так что не только одно слово «господин», поэтому я удовлетворюсь основой. Кроме того, существует это же слово без начального «г» – «оспод». И, наконец, существует запись с идиограммой какой-нибудь из этого ряда. Так вот, в хронологическом отношении они распределяются весьма любопытно. Значит, если, ну, вот так скажем, три зоны я могу взять хронологических. До примерно 1350. Дальше 50 лет. Ну, приблизительно, конечно, 1350-1400. И после 1400. И вот такие, получается, цифры. Значит, до 1350 господин встречается 14 раз, господин – 0 раз. В следующий период – 7 и 7. Последний период – 1 и 39. Я думаю, что не надо долго объяснять, что это показывает. Совершенно очевидно, что в истории новгородского диалекта, где-то и даже, причем можно легко датировать, во второй половине 14 века произошла смена, и вместо «господин», «господа», «госпожа» и так далее стали употребляться формы изначального «господин», «госпожа» и так далее. Причем, ну, очень отчетливая картина. Это редко бывают такие мощные перепады. Но в это время с идеограммой, ну, допустим, с идеограммой «гно», самой частой. Пусть будет и диаграмма «гно». Но, заметьте, во всех этих диаграммах будет «г» плюс что-нибудь. «Гно» и так далее. Цифры будут такие. Здесь 8. Здесь 14. Здесь 45. Чего, кстати, просто видно, насколько мощнее пластвует или грамот с употреблением этого слова позднее. Вещи, о которых я говорил уже неоднократно по другому поводу, это рост такого, ну, не низкопоклонства, но, на всяком случае, чинопочитания с веками, увы. Вот как мало этих господинов встречается. Кстати, я не стал разбивать, если бы я еще ранние взял, то там раньше были бы просто нули в первой части, скажем, в 12 веке почти что. И вот такие количество этих господинов встречается в 15 веке. Но это другой разговор, просто эти цифры показывают. Важно следующее. Посмотрите, что происходит. В истории, которые мы видим, на примере полных написаний совершенно ясно видно, что вот в этот период произошло потрясение, изменение именно вместо господ стало господным. И ничего не произошло в этой колонке. Иначе говоря, вот эти 45, совершенно очевидно, что это вещи, которые пишутся гно, а читаются без г. Вот вычисления, которые были сделаны не сейчас, которые, вообще говоря, нам было известно, но никогда еще не было, чтобы в одной грамоте было раз, два и три. Теперь поняли, что это за подарок? Тем, кто занимается вот подобными вычислениями. В любой диаграмме до сих пор бывало либо одно, либо другое. Это первый документ такого рода, после которого незачем отгородить и сделать все сложнейшие вычисления, чтобы получить такой ответ, что за этими идиограммами не скрывается г. Поэтому, к сожалению, имеется масса ошибок в исторических публикациях, где всякий гнор шифровывается как господин с г. И вот такое написание в этих публикациях историков, ну, кстати, филологи тоже этого не знали, это будет раскрываться как о господину, что есть чистая, полная фикция. Этой формы не существовало никогда. Это, конечно, читалось ровно так же, как в этой грамоте написано, когда он взял и один раз не стал сокращать. Но, повторяю, никогда еще нам не попадался документ, чтобы в трех соседних строках была и загадка, и разгарка. Вот такой подарок в виде... Можно считать одним словом? Конечно, конечно, бесспорно. Никакого О не... Ни одного доказанного О нет, следовательно. Конечно, второе – это просто о спадении и все. А есть еще примеры с филатическим комплиментом? Есть. В начальном при этом. В начальном при этом. Есть. Это написание вот такое. Которое означает восемь. 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 Это загадочное место в Успенском сборнике, которое так... Ну, в словоуказатель, естественно, никак не удалось это расшифровать. Откуда лишнее О? Там просто оно было сочтено за предлог О, который асинтоксичен. Где было написано... Где там было, правда, не это, а там было написано... Там было написано следующее. Вот что там было написано. Потому что там было не восемь, а восемьдесят. Восемьдесят сажен вышло в высоту стена. И вот таким образом было написано это О. Ну, там были какие-то гипотезы о том, что это плохо употребленный предлог и так далее. Это, на самом деле, точно такой же показатель. Вот об этой грамоте. Все. Идем дальше. Дальше, маленькая грамота, которая, к сожалению, дошла до нас в очень печальном виде, в виде порванном так, что ни одна строка целиком не сохраняется, поэтому ее приводить целиком – это жалкое зрелище. Я из нее приведу только то, что... Ну, это явно записи о том, кто сколько получит денег или там на кого сколько положено долгу. Положил глагол здесь используется, скажем. Про кого-то сказано, что на него положил есть шесть гривен. А интересно то, что на какого-то человека пришлось следующее. Ну, вот там такое по, реконструируемое, и написано «ло жил». Значит, это грамота номер 966. Из грамоты 966. Целиком не будем ее пробить. «Ложило есм», с такой непоследовательной бытовой системой, «Есм». А вот то, что он положил, это и есть та задача, которую я вам предлагаю. Положил он гривну. Написано «гривну» – это тоже таким способом непростым. «Гривону» – это XIII век. В XIII веке такие чудеса уже бывают. А вот к этой гривне сказано слово, которое я вам и предлагаю для вашего осознания. Ах ты! Белоруссия в XIII веке тоже не забывала. Белоруссия в XIII веке. В XIII веке, 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 в XIII веке. Какие-то точечки. Ну, для честности я их даю, есть точки. Вот такая вещь. За такую «одину», которая привела всех, конечно, в совершенный трепет и потрясение. Как может быть «одину» в Новгороде? Сначала написал число, но в целом нашло. Какое число? Один. Молодцы. Правильно. Так и есть. И эти точки, это на самом деле и есть знак числа, правда, редким образом. Точно. Очень хорошо. Так что задачу решили быстро. Именно так. Это такие «есть один». Только немножко я не согласен с вами, что он сперва написал число, потом исправил. Ну, то есть, может быть, и так истолковать. Это не неправильное написание, которое исправлено, и тем самым мы видим такое исправление. Это, вообще говоря, законный прием. Совершенно точно. Значит, это ровно то, как мы пишем «первый», совершенно верно. «Первый», «десятый», «десятое» и так далее. То есть, в сущности, это вещь немножко похожая. Ну, наша вот осмь предыдущая и осподин тоже только там изысканная вещь. Сначала это довольно для нас привычная вещь, нас не удивляющая, поскольку мы так пишем цифры и сейчас. Единственное, только мы не пишем, скажем, какую-нибудь вот такую вещь, правда? Ну, случаются всякие как-то, думается. Что, бывает, да? Встречаешься только в интернете. А, ну, очень хорошо. Действительно, интернет как поле для того, где можно... А вот «пятехка» и «те» очень... Да. Как иногда писали, вы смеете на «пять» и «те». Иногда писали, вы имеете в виду, какие виды письма? Не интернет? Нет, не интернет. Нет, 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 нет. В «пять» в виде, кажется, его еще не было. Да. «Пять» действительно совершенно... «Пять»? Совершенно точно. У нас есть ровно вот такое написание в одной из грамот. Именно так. Так что такие вещи писались. Единственное, что вот такое нам кажется чудовищным. И что же, однако, я, ну, почти случайно набрел, уже другими вещами занимаясь. «Фераконтовская кормча», 16 век. Серьезный, вполне текст. Там туда и «Русская правда» входит и прочее. Извечайно все четко и жестким языком написано. И там я нахожу вот такую часть. Текст акцентуированный вот таким ударением. В точности совершенно такая же вещь, как... То есть очень длинный остаток написан, который, ну, практически мало что остается покрытым этим. Больше того, в «Берестяных грамотах» — это грамота номер 339. Плохонькая, вообще говоря, грамота, но даже из плохоньких грамотов бывают чудеса. Значит, она образована господину посаднику. Написано человеком, который не очень хорошо писал. Тем не менее, господину посаднику он написал так. Ну, посаднику я писать не буду, а господин он написал теперь так, на фоне всего, что мы с вами разбирали, вы поймете, о чем это речь. Он написал так. На самом деле, в каком-то смысле, ничего не нарушил. Это, конечно, должно было считаться «Осподину». Это вот «О», это свидетельство. Дальше и диаграмма присутствует, потому что это слово «господин». И конец он тоже, он написал и начало, и конец. На самом деле, потерял очень немного «СПО», так сказать. Если хотите, это «ГИ» заменяет у него то, что было бы «СПО», если бы он написал целиком. Но это другое дело. Он же не к экономии стремился. Он выполнил некоторые представления о том, как хорошо написать. Написал этот показатель «О» и диаграмму. И длинный конец всего. Не менее длинный, а не менее длинный, просто такой же, как в «Одину». Так что «Одину», конечно, это никакое не аканье, потому что это то самое, что на есть было бы поверхностное суждение, потому что наконец-то попалась грамота с вопиющим аканьем и еще подобное. Это такое же аканье, как я создаю. Вот это из грамоты 966. Ну и теперь мы подходим уже к «Пла-де-резистансе». Грамота 963 «Большая». Один из редкостнейших подарков нам, состоящих в том, что эта грамота, как вы скоро увидите, имеет дату с точностью до 5 лет. Это не буквально год и месяц, но пятилетие, что, конечно, для нас то же самое, что миг или день. Вот почему. Потому что ее начало такое, которое нам еще никогда не попадалось. Я его выпишу. А вы мне скажите, после первого слова, какого времени грамота? Вот там написано. Статистика старая, то, может, там идиничка появится. Согласен, статистика старая, но идиничка не появится. Почему? Потому что сейчас вы увидите чуть-чуть дальше, что все в порядке с хронологией. Можете себе представить. Ну, на архиепископ в суммодворе ничего не поделаешь. Правда, архиепископ довольно-таки нехорошо поступил с этой петицией. Она у него валяется в грязи во дворе, но... Но... Ну, тут, правда, пропущен слог, но это уже бывает. Заметьте, уже не ц, а к, уже по-народному. И вот вещь, которой практически у нас не бывало еще никогда. Слово после этого. Был только один архиепископ Симеон в Новгороде, и его даты 1416-1421. Вот, поскольку это к нему обращается, когда он в функции, то ясно совершенно, что датировка грамоты абсолютно надежна. Скажу сразу, забегая вперед. С одной стороны, конечно, это великий подарок. Грамота с точной датой. Но, с другой стороны, как вы помните, у нас есть большое количество внестратографических таблиц, по которым можно вычислить дату. И наступает момент истины, когда не таблицы дают нам дату, а когда мы имеем грамоту, и ее надо наложить на таблицы и посмотреть, что эти бедные таблицы скажут. Этот эксперимент был проделан, и таблицы дали ответ следующее. Дали следующий ответ. предпочтительно 1380-1420. Довольно прилично выдержали таблицы. Значит, это вот тот случай, которых у нас практически пока что не было, когда датировка была бы совершенно заведомо, чем очень узкая. Иногда бывает, что мы знаем, что привязаны к такому-то князю, но это может быть довольно большой период времени, а здесь 5 лет. Вот такая вещь с этой грамотой. Дальше сказано, кто челом бьет. Я все описать не буду, это длинный текст, но тем не менее напишу. Вот тут замечательное такое слово, которое, прямо надо сказать, не очень. Это нам понравилось сперва. Кто вот эти степцы, которые челом бьют. Дальше степцы, дальше слово, хорошо читающее слово уезд. Уезд сироте твои Ошевский погост Ошевский погост Ржевицы. Вот такое потрясающе длинное описание, как они себя называют, те, кто эту челобитную подает. Они ржевичи. Ржевичи, то есть жители Ржевы, чтобы быть то ли точно, так называемые пустой Ржевы. Сейчас она уже в Псковской области находится. Тогда это был юго-западный угол новгородских земель. И сейчас недалеко от этой бывшей пустой Ржевы находится населенный пункт, который называется вот так. Но сиротеи это крестьяне, это хорошо известное название для крестьян, так что смысл следующий. Так вот степцы не очень понятно. Что скажете? Что вы предлагаете? Святей Богородицы. Святей Богородицы. Совершенно верно. На самом деле потом мы и титлы разглядели, просто не очень легко было их увидеть. Это, конечно, Святей Богородицы. Святей Богородицы уезд. И тогда все в высшей степени прозрачности. Уезд с церковью Святой Богородицы. Но эти степцы нам доставили некоторую муку. Совершенно верно. Тем более, что множественное число, какие-то степцы, потом идут ржевичи. Так что все сходится. Ну вот, видите, так вы понимаете. Для них, конечно, естественное написание. Значит, уезд Святой Богородицы, уезд церковью Святой Богородицы. Крестьяне. Заметьте, синтаксис какой. Просто нагромождение именительных падежей. И все. Они называют себя, крестьяне, сиротеи. Они называют себя прямо такой-то уезд. Они называют себя ржевичи. И они называют себя такой-то погост. Погост и уезд – это название как бы их совокупности. То есть они могут себя назвать во множественном числе сиротеи твои. Они могут назвать себя ржевичи. И могут себя же назвать такой-то уезд, такой-то погост. Вещь, которая в современном казенном языке тоже может быть. Но вот любопытно, что очень рано это встречается. Что касается... Ашевский – это нормально, что развивается сиротами двоих? Ашевский – погост. Погост. А какой уезд? А уезд – святой Богородицы. Уезд – где церковь святой Богородицы. Святой Богородицы – уезд. Значит, место это... Погост этот историки, совершенно ни секунды не думая, называют Ошевский. И больше того, я совершенно с ним согласен, что русский язык тянет к тому, чтобы так называть, если так написано. Но вот что написано на карте. И я осмелился сказать, что уезд был Ошевский, а не Ошевский. И это был такой доклад в Новгороде, ну, когда мы разбирали там, ну, такое рабочее разбирательство. И как выяснилась, одна из слушательниц приняла это к сведению. И через короткое время пришла с сообщением, потому что она связалась по телефону с населенным пунктом Ошево с одним вопросом. Как вы называетесь? И они сказали, Ошево? Ошево? Ошево. Интересно, что не Ошево, а Ошево, но это уже, эти вещи бывают, что с непереходом Е в Йо довольно много бывает. Так что это, я очень был доволен таким научным предсказанием, что ударение таки не то, которое, естественно, нам сейчас поставить. А, действительно, но одновременно, если угодно, деревенька эта может отпраздновать, слава богу, с какой-нибудь 600 лет. Смотрите. Вот. Что? А, что там у вас? Псков. Да, это Псков, да, там уже Акань. Там у вас граница Акань очень близко, но, наверное, она проходит чуть-чуть севернее, я так надеюсь. Дальше я писать не буду, дальше текст очень ясен. Я его просто почитаю, к сожалению, последняя строка наполовину потеряна, и там можно разные фантазии придумывать. Но текст очень интересный. Значит, это явно прошение к архиепископу, и вот по какому делу. Значит, я вам дописал до Ржевича, а дальше сказано следующее. Ну, я просто прочту еще раз. Спасибо, правда? Дальше слово «осподарю», которое по всей вероятности относится к «тебе». Это немножко не всем ясно. То есть «тебе свела до велика» – «осподарю». Ну, такое добавление в догонку к этому «тебе», которое стояло очень далеко. Ну вот они добавили «осподарю». Дальше начинается текст, который начинается слов «послали». Поэтому читать «осподарю послали» нельзя, поскольку тогда «осподарю» оказалось бы не на второй позиции, а на третьей. Поэтому ясно, что «осподарю» находится влево. «Осподарю» дать мне неизвестность? Именно. А даже если… А, пожалуйста, другой вариант может быть. «Осподарю» послали «есмя» – все в порядке. «Осподине». И проходят версии, потому что там имеется свой звательный падеж тут же, значит, собственный текст. Поэтому таки с «осподарю» ничего не поделаешь, он идет влево. Хотя и таким довеском к этому «тебе», который далеко впереди. Итак, собственный текст. «Послали есмя осподине дьяка Олександра». Олександра, не пропуск «Н». Это на самом деле правильная старая, одна из правильных старых форм. Старая форма была форма Олександр, ну, соответственно, Сандр дает такой же, как Костян, Коснятин и так далее, из Константин. И эта форма просто нам уже встречалась, Олександр, из чего видно, что она не описка. И вариации «ся» и «са» в именах бывают. Так что Олександр – очевидный вариант, нам раньше один раз только встречавшийся, вот здесь, который выступил еще раз. Итак. «Послали есмя осподине дьяка Олександра, за неже отец его и дед его пел у святе Богородицы». Вошеве. Я тоже, мне тоже хочется сказать вошеве, потому что мы все очень привыкли к этому. Вошеве. «И чтобы еси господине к святе Богородицы, того дьяка поставил попом». То есть просьба о том, чтобы внука поставили, того, у которого и отец, и дед уже были, или в этой церкви Святой Богородицы. Почему? А с ним есмя послали труфана от погоста. За неже церковь стоит без петья. «А другое, господине, другое это явно, а вот еще другое дело, это довольно встречается. А другое, господине, святый Владыку, престол во церкви, от и дальше гибель». Что случилось с престолом, все говорят, что на от главное начинается. Ну там, допустим, сгорел, но почему от? Отвалился. Это прям, получается, полный простор, потому что массовый дом отцерел. Отгорел. Это, блядь, вот, к сожалению. От молнии сгорел? Нет, нет, там число букв недостающих раз, два, три, четыре, или пять, или шесть. Ничего не сделаешь, от молнии сгорел, ничего не приходит. Сколько букв слов? Пять или шесть. И это конец грамоты? Нет, это конец вырванной части. «Как господине, о том укажешь». Дальше, к сожалению, вырвано полстроки, по поводу которых, конечно, фантазии разыгрываются гораздо более свободно. Тут вы можете сколько угодно слов вставить, так примерно не хватает букв 30. До которой кончается «ти» с титлом, что, конечно, не может быть ничем иным, кроме как «свети». Тем самым, конец этого слова «освети». «Освети же престол господине». Что они сделали? Починили они этот престол? Или еще что-нибудь? Что было сказано в этой вырванной полустроке? Это остается всем... Так или иначе, картина совершенно ясна. Значит, у них, во-первых, нужно поставить дека, внука, во-вторых, поскольку пел его отец, его дед, и престол у них вот от что-то с ним случилось. Возможно, что дальше сказано, что они уже его починили и теперь привели в порядок, и теперь осталось его осветить. Вот такое письмо к архиепископу, значит, номером 963, большое, 8 строк, 20 лет не хватает, только половина строки. Все, перехожу к той самой грамоте, про которую я сказал, что я нашел Троеновский. 24 мая, первую часть, ему быстро сообщили, что это всего лишь нижняя половина грамоты. Он сказал, буду искать дальше, и 25 мая принес верхнюю половину. Это из замечательных событий, соответственно, это грамота 962, у которой нет археологической даты, поскольку это просто инженерные работы. Так очень приблизительно это, быть может, конец 15-го, может быть, начало 16-го века, как считали архологи, по самым грубым признакам грамотики, которые там находились. «Писать буду не все». Грамота из девяти строк, сохранившись целиком, ну, кроме трех букв. Начало такое. Челом бьет, Алексей. Дальше вот некоторая трудность, потому что две буквы вызывают сомнение. Похоже, что это буква типа ИО, ИО заболотья. То есть, возможно, что это надо все-таки исправлять до от заболотья. Заболотья, конечно, одно из двух. Или просто место за болотами, географическое, так сказать, обозначение. Или название, даже более вероятно, второе. Деревня Заболотья. Таких деревень новгородской земли немало. Ну, в конце концов, это уже деталь, которой мы не будем особенно останавливаться. Сказано дальше кому? Сафонтию и Тимофею. Итак, челом бьет Алексей, Сафонтию и Тимофею. Дальше идет, собственно, текст, который я вам напишу, в котором есть много о чем поговорить. Итак, вот сам текст грамоты. Я его записываю. Чо? Есть те приказали. Я на строки не делю, как подлинник, это нам не важно. Мне свою землю О, спадо! О, спадо! Какое время? Песец знал, что он уже в 15 веке. Тут не шоет. СМЕХ А, сейчас я одну вещь сделаю, перевезу в другую строку, это мне более приятно. Песец знал, что он уже в порядке. Текст-Кане Песец знал, что он уже М-мен-класс Текст-Кан Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Кое-какие есть точки, которые помогают, но они далеко не везде есть, так что особенно на них полагаться не приходится. Продолжение следует... 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 Потому что, совершенно верно, то, что «оспода» – это то же самое, что «господа», это вы уже понимаете, значит, давайте я напишу форму «господа». «Господа» – сейчас «господа» – это совершенно нормальное множественное число, но это сейчас, после переосмысления в современном языке, древняя форма «господа» была совершенно, кстати, такой же, как «братья», собирательное имя единственного числа женского рода. «Совокупность господ», «моя господа», «моя господа», «мою господу» и так далее. Вот нормальный вид оформления, который вы находите там. Это собирательное название, оно превращается в множественное число, совершенно так же, как собирательное слово «братья», превращается в множественное число «братья». Первоначально, конечно, была «моя братья», я собрал всю свою «братью», он пришел со всей своей «братьей», а в какой-то момент форма «братья» переосмысляется как множественное число, по той причине, что при собирательных можно было использовать множественное число, можно было сказать «братья пришли», как «русь пришли», как «войско пришли» и так далее. Точно так же можно было сказать «братья пришли» и дальнейший ход уже очень простой. Раз «братья пришли» можно сказать, то это «братья пришли», то же самое, как «люди пришли». Точно то же случилось со словом господа. Вот ответ на то, почему осподо в единственном числе. Потому что это тот век, когда это никакое не множественное число, когда это фомининуум сингулярис, в собирательном качестве. Так что оспи так удаляют господа. Ох, как плохо. Просто ужасно. Дело в том, что это слово парадигмы С. И вообще говоря, оно дает оспода, осподу. И звательный от него должен быть осподо. Почему это существенно, вы увидите чуть-чуть ниже. Сейчас, конечно, хочется читать осподо. И неправильно. Древнее чтение осподо. И самое замечательное, что это грамота, вам это докажет. Но это подождем. Итак, осподо. О, господа мои, я подавал, есть позже в вашем здоровье. Вашим авторитетом. Какого вида грамматического слово подавал? Здесь совершенное. Совершенное. Как вы замечательно чувствуете. Потому что сейчас, конечно, для нас... Это очень хорошо. Поздравляю всех, кто чувствует, что это совершенного вида. Это соответствовало бы русскому современному пораздавал. Поотдавал. Пораскидал. Поразбрасывал. И так далее. Но только с простым давал. Как разбрасывал, поразбрасывал. Давал, подавал. Это видно. Это не так легко установить. Но по серии грамот это бывает. Поэтому ясно видно, что это именно значение пораздавал. То есть, там, порассовал, пораскидал и так далее. Хотя сейчас это совпадает с формой несовершенного вида. И, естественно, при наивном понимании современном, это вы поймете неверно. Что я их давал. Нет, не давал. А раздал одно за другим. А о в корне? О в корне. О в корне может быть разных источников. Какой именно из них верный, я не берусь настаивать. Может быть, аканье. Тогда эта грамота не новгородская. В ней нет новгородских черт. Поэтому это не исключено. Самое вероятное объяснение. Для меня. Подряд? Вот что подряд. Он же не ошибся вот здесь. В совершенно том же слове. Так что, думаю, что это не аканье. Но доказать это на одном тексте невозможно. Так что, надо обе гипотезы считать мыслимыми. Просто не следует думать, что это точно аканье. Чтобы было точно аканье, нужно, чтобы много условий было соблюдено. Здесь они не в порядке. Кроме того, иногда эти формы «давать» встречаются в написании «довать» в неакующих говорах. Почему? Потому что часть «да», «до» воспринимается как приставка. Это хорошо известно для слова «ночлег». «Ночлег», фантастическим образом изумляющим диалектологов и специалистов по рукописи, пишется довольно регулярно через «а». В северных рукописях, у которых нет никаких признаков оконя, пишется «ночлег» и «ночевать». Я не скажу, что в 100% случаев, но в огромном количестве случаев будет «ночевать» и «ночлег». Единственное объяснение – переосмысление начального «на», как приставки. Так вот, то же самое, возможно, для «довать», приставка «до». Поэтому это еще одна возможная причина, почему это может быть не аконя. Так что мне не хотелось слишком долго на этом останавливаться, поскольку если был бы чистый пример аконя, то можно было бы объяснять, откуда взялось аконя. Преждевременно. Очень можно, по крайней мере, две возможности есть считать, что это посторонний эффект. Других нет просто в грамоте. Самое вероятное – вот влияние ровно предыдущее, написанное целых четырех букв одинаково. Ну, это поскольку вы меня спровоцировали, чтобы я этим занимался, поскольку это, может быть, случай… Что? Ну, так и смысл-то, конечно, что он раздал их. Так что он, может быть, и может быть, но здесь он не нужен. Итак, господа, я пораздавал, принимаем чтение Египпиуса, оно, по-моему, безупречно, я пораздавал земли от вашего имени. А дальше что идет? Перед меня требуют. Нет, галки, подожди. Это откуда вы взяли? Это кто? Феодал должен положить грамоту? Нет, он сам положил. Он положил. Нет, тогда положу. Или положил. А теперь мы не положим. Дальше же есть приказанный мир. Это противостояние. Ну, 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 ну. Он кого-то встать, если подавал. И не говорит нам об этом. И не говорит нам об этом. Здорово. Хорошо, давайте дальше. Значит, положи грамоту, почему Еси давал. Приказатель на старшее. Дальше что? Дальше что? А это он отвечает. Приказатель. Это он отвечает. Приказатель. Приказатель. Да нет, а не может быть приказали мне старший, почему давал? Не старший, старший. Типа спросили. Что? Приказали. Прочнее, спросили. Нет, приказали. Это приказали, конечно. Это, ну, делели, в общем, приказали. Приказали. Я за это кто? Нет, нет, не я, конечно, а кто из людей? Алексей. Да, значит, здесь все-таки это он говорит, а не какой-то... Это уже он говорит, это он отвечает. Так, давайте тогда разберемся, кто здесь что говорит. До куда идет речь Алексея? До здоровья. До здоровья, да? Дальше. Что дальше наступает? Приказатель. Приказатель. Кого-то третьего. Кого-то третьего. Какая? Простите. Важаю грамоту, почему я съедавал. Вот, где она кончается? Я сдавал, они подклиниваются. Дальше, дальше что? Я сдавал. Дальше Алексей отвечает. Алексей отвечает, да? Хорошо. Все, замечательно. Я думаю, что все слышали, да? Нет, не расслышали. А не можно это интерпретировать как условное? Приказали мне, если ты давал, тогда понятно, почему я съедал. Ну, я не буду сейчас... Поскольку... Что надо будет слышать. Да. Значит... Не знаю, многие ли здесь слышали замечательный доклад Алексея Алексеевича Гиппиуса, недавно состоявшийся. Ну, впрочем, он рассказывал это и раньше. Значит, он является основателем и открывателем целых пластов знаний относительно структуры бюрестных грамот, а именно их так называемые коммуникативные структуры. Он из анализа большого массива, ну, практически всего корпуса бюрестных грамот, установил, что в бюрестных грамотах бывает то, что в современных письмах совершенно неприемлемо и невозможно. Бывает то, что без всякого предупреждения у вас после речи некоего лица, ну, автора письма, идет речь некоторого другого лица. Ну, могут быть и другие тоже коммуникативные эффекты, типа того, что обращение, что меняется не то... Меняется адресат, скажем, автор продолжает сохраняться, а адресует приказание какому-то другому лицу. Но самое главное, что могут быть элементы чужой речи, вставленные без всякого предупреждения, рассчитанные исключительно на то, что по контексту адресат поймет. И вот сейчас я вижу, что в качестве совокупности адресатов действительно здесь вы выполнили эту надежду древнего писца, что он свою мысль донесет, несмотря на то, что он с нашей точки зрения так безобразно поступает, без всякого предупреждения включает речь уже не свою. Вот это открытие Гиппиуса, которое позволило пересмотреть чтение целого ряда грамот, даже нескольких десятков, на самом деле, которые оказалось, что мы читали плоско, потому что считали их построенными по тем же принципам, что наши с вами письма сегодняшние. И в ряде случаев получалось несуразиться, и мы просто не поняли, что реально, скажем, требует автор. Ну, не буду пересказывать более подробно. Так вот, эта грамота является, ну, чем-то вроде... Думаю, что нет, что относительно Еси, я думаю, что он все-таки прав. Так вот, эта грамота является в действительности, оказалась, ну, таким уникальным подарком из-под земли Алексею Гиппиусу, поскольку я вам ее сейчас продемонстрировал неполно, а когда я вам продемонстрирую ее полно, то вы увидите, что, ну, это тот же примерно случай, что то, что нужно было вычислять необычайно сложными и, так сказать, способами, и особым напряжением ума и остроумием соединения аргументов, в данном случае оказалось открыто лежащим на поверхности. Дело в том, что я вам написал тот текст, который написан в грамоте большими крупными буквами. А кроме того, в грамоте есть еще маленькими буквами вписанные дополнения, которые я вам сейчас пишу. И вы поймете, какое счастье должен был чувствовать изобретатель Гиппиус, когда он увидел эту структуру. Значит, дополнение следующее. В точке вот этой меленькими буквами написано. Вписано потом. То есть это значит, что полностью текст был составлен. Никакого места для этого не было оставлено решительно. Но автор перечитал и усомнился тем же самым сомнением, которое я все время порождал в вас. Но что, как же так? Кто же это здесь все делает? И сделал следующее. И миленькими буковками написал здесь следующее. А что тот же автор? Мне кажется, следует? Абсолютно. Хочерк один. Этого мало. Дальше над словом «приказали» написано. Тут уже без всякого молвить. Совершенно как в драме. Просто кто говорит там? Король. Олисей. А почерк имбедификатор? Почерк один, без малейшего сомнения. Это безусловно, он сам поправил потом. Вот такой эффект. Но, значит, немножко продолжим дальше, что же происходит в этой грамоте. Дальше уже он, возможно, с этой точки он уже понял, что надо писать более эксплицитно. И дальше пишет следующее. Дело в том, что поп очень зловредный был. Значит, дальше делается следующая вещь. Драма развивается так. Анони. Поп. Власть которого явно сильно выходит за пределы его церковных дел. Повестуть. Замечательно, что вот так написано. Конечно, можно считать, что это чистый пропуск Е, но вы потом увидите, что он повторяется. Поэтому, судя по всему, это не пропуск Е, а это северно-русская, ну, типа, работа, какой-нибудь требует и так далее. Повестут так. Значит, здесь, как видите, совершенно уже, как мы и хотели бы. Повестут так. Давал еси позжни. Давал еси. Еси позжни. Пожни. Ну, так, дальше восстанавливается несколько, не совсем надежного, тем не менее, в наймы. И дальше замечательный совершенно текст Попа. Значит, вот ты давал позжни в наймы. Ну, из чего видно, что Гиппиус прав, поскольку из вот этой фразы ясно, что там, конечно, есмь подавал, говорит Алексей. Давал еси позжни в наймы. А вот что сделает Поп. И кто? иметь, 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 ты и позжни косить, ты и позжни косить. Вот что будет дальше? Вот вы подумайте. И яз. А кто это яз? Оп. И яз тых. И яз тых. Понимаю? А вот дальше замечательная вещь, что он сделает. Вот я вам напишу это. Готовия. Так. вот что он сделает ты раздавал позже а в наймы а вот что будет а кто имя ты позже косить и я сдых поймаю до траву на ворот сбежу и веду в город в город естественно новгород вот какие функции будут у попа как видите сильно выходящие за пределы чисто поповского дела что это такое значит траву на ворот сбежу во первых ворота что такое город воротник сейчас это воротник вещь довольно загадочный почему ворот означает воротник потому что ворот конечно значит шея первоначально этой других славянских языках так и в старославянском и по боли это европейское слово на самом деле в какой интерес к и гордан шея это это в точности гард это порт с суффиксом так что так что ворот конечно шея сейчас ворот и к синонимы это некоторая глупость нелогичность русского языка собственно это проистекает из совпадения значений типа заворот которые одновременно за за шею и за воротник вот по видим оттуда произошло такой переход странный переход значения что ворота значит воротник ясно совершенно что воротник это то что относится к вороту то есть к шее а ворота то естественно поворотный поворотное устройство это нормально совершенно опять-таки совершенно древняя европейская вещь что ты это ирана славянской соответствие чистое так что на ворот за ворот это ясно что не на воротника на шею траву на шею завяжу какой замечательный глагол свяжу на ненавижу именно свяжу как движение такое снизу вверх траву подниму снизу и тебе на шею подниму и наповиснет тебя на шее а вот теперь значит я конечно объясняю это так что траву он на ворот взвяжет как знак того что трава ворованы и и тут мне было свое время еще в новгороде задан вопрос откуда вы знаете что ворованные вешают на шею и действительно так не не сразу стало понятно как на такой вопрос ответить и вот я вам предлагаю такую задачу не найдете ли вы в русском языке прекрасно вам известно какого-нибудь из какого-нибудь готового высказывания которое подтверждает версию о том что что таки на шею вешали ворованные конечно брайн на вороту не виснет которые знают все и которые бессмысленно вообще говорят не знать этого обычая что это значит что он что брань на вороту не виснет ну то есть это наверное означает что брани особенно не следует бояться это не так страшно но почему на вороту не виснет никто не знать никогда не задумывался а вот почему ну и действительно вот примерно да и и любезно марфа толстайна очень быстро нашла мне мгновенное подтверждение этого такое из сочинения седовой быт-то мечей на крестьянском дворе в томске такая цитата описание разных обычаев деревенских и цитата буквально сурово наказывал общество и за воровство вору вешали украденные на шею и водили по селу чтобы каждый мог его ударить и плюнуть так что так что что ну и можно от лошади часть какой-нибудь взять символическую это знаете ли символы очень хорошо работает в этом смысле это уверяю вас можно ему какой нибудь лошадь сделать куклу и будет все в порядке вот так что вот что обещал поп сделать в этом случае дальше писать не буду дальше все довольно легко просто прочту дальше сказано следующее значит итак конфликт нашего алексея с попом состоит в том что кто так сказать имеет право распоряжаться поскольку алексей действует как он считает властью приказавших ему символофософон и тимофея а поп имеет собственные понятия о том что правильно и что неправильно значит но не осподом как о мне ся печалуйтеся о нем который попал в такое трудное положение управляющий что он управляет вроде бы от их имени а вот на такое сопротивление он наткнулся ся печалуйтеся это война и ся такое классическое для позднего времени все очень хорошо оно не оспода как о мне ся печалуйтеся а я с вам своей осподи чулом бью ну все это нормальные просьбы а дальше сказано следующее надо написать только но только это конечно если в старом языке только но тоже не самом древнем не двенадцатого века так примерно пятнадцатого шестнадцатого семнадцатого только ну дальше сказано следующее только оспу иметь и меня жаловать отошлите осподу ко мне грамотку вот такая просьба что если значит они отнесутся благосклонно к нему захотят его пожаловать то пусть пришлют ему грамоту пишу это ради вот этой формы конечно ничего не стоит сказать не дописал слог а я не верю что не допускал слог хотя в первый момент конечно конечно очень трудно представьте что не другое поскольку рядом написано осподу целиком я уже говорил вам что ударение оспода поскольку энклиномен очень важно это потому что если было бы ударение оспода то от падения конечного до совершенно нереально а у оспода прекраснейшим образом последний слог находит слабой позиции ну конечно скажете что все это выдумки мало для чего можно придумать нет оказывается если мы наберем ценны то мы находим у него формы не имевшие до сих пор никакого объяснения у него господин обращение господину будет оспе регулярно несколько раз встречается у него вместо вас поди не будет оспе тоннис фенны тоннис фенны автор русско-немецкого разговорника 1607 года который написал его в обскоре проведя там некоторое время замечательный источник сведений по истории русского языка но вот изданный частности с участием якобсона но он постоянно использует сейчас он уже в словари нашу включен материал его материал бесценный совершенно так вот оспе там форма причем не случайная а повторяющийся из чего ясно что в 17 веке уже сокращенная форма оспе было и тогда очень странно было бы считать что это просто описка точности такая же форма оспа на 200 лет раньше так что это вот из тех случаев когда есть много причин не считать не торопиться считать опиской то что видишь отклоняющийся знаете но существенно конечно что наша привычка читать это как господой господо полностью закрывает такую возможность от действительности при правильном старом чтении откуда такое сокращение бывает да очень хорошо известно почти все обращения именно подвергаются это до чего дошел сударь он дошел до с во что превратился муссиньер он превратился мусси и это там какой-нибудь английская сэр это все безумные сокращения первоначальных длинных слов это и эта группа слов картое хорошо известно что выпадает из законов фонетических изменений поскольку она подвергается скамки у нее скомки у меня не знаю как лучше со скоростью в несколько раз больше чем остальные слова языка так что я думаю что оспо здесь это действительно древний пример того что у фенны становится нормой через примерно 200 лет ну и последнее что здесь это маленькая странная фраза в конце значит еще раз прочту но не но не оспода как у мне ся печалуйтесь а а я с вам своей осподе челом бью только оспо иметь и меня жаловать вот ошлите оспода ко мне грамотку до петрова дни петров день в середине июля день когда по по хорошо установлено по всеобщей традиции по видимо общей славянской в случае русской косили сена или начинали сенокос это важно что это не случайный день постоянно связаны именно с этой сельсхозяйственной работой и тогда немножко странно звучит последняя фраза этой грамоты отошлите осподу ко мне грамотку до петрова дни за не же осподу сено косят о петрове дни последняя фраза кажется странной потому что нет такого русского человека который не знал бы что сено косят о петрове дни в то время и и была такая гипотеза возникла но потом от нее отказались что возможно это уже грамота такая поздняя что владельцы не новгородцы а новые московские которые надо объяснять потому что действительно датировать эту грамоту точно мы не можем она найдена при случайных условиях полиографии тоже не помогает тому что у нас нет полиографических данных по концу 15 века у нас доходят полиографические таблицы только до середины и даже до 1 3 15 века поэтому отличить нам время до 1478 года от времени после 1478 года задача в наших условиях неразрешимых это то есть дата захвата новгорода москвой соответственно это да это нет конечно нет поэтому ничего не поделаешь приходится признать что не потому это последняя фраза добавлена что что автор не знали когда косит сено коси видимо все таки знали решительно везде может варягу ну да нет может быть конечно какой-нибудь антони римлянин приплыл на камни это может быть конечно мог не знать а так так что по-видимому все таки аргументом за то что это уже московский период это не служить не должно и действительно скорее все таки это грамота третьей четверти 15 века не четвертый но это уже вопрос так сказать толкование зачем он такую 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 немножко не похоже вообще говоря на привычки берестяных песцов которые лишнего не пишут ну наверное если он такой деликатный вот собственно говоря последняя проблема из-за которой был некоторый спор сложный относительно возможной датировки этой грамоты для историков конечно это важно до московского захвата и репосты для лингвистики разницы тут большой нет ну вот я вам представил практически все из материал почему он так длинно написал может это связано с тем что он сокращал поначалу и вот мы потом приписал поп и себя и тут еще решил что нет я не буду рад готов это я считаю что это выходит да оспо это вакатив да вакатив со вторым лицом какого-то нормального со вторым лицом причем не императива а индикатива какую форму оспо императива это нормальное сочетание оспо это то же самое что что оспо до оспо до собирательное имя которое прекрасно сочетается множеством числом какое-нибудь вы братство приходите вот примерно структура это тоже самое нет это совершенно да ну конечно это это если бы было везде написано что я тут не сомневался бы ни секунды если вы поскольку она может быть я действительно высказал свое мнение вы предпочтительное но конечно не не доказательны в этом все еще так возможно все на этом а Субтитры подогнал «Симон»